Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Добро пожаловать в гости, устраивайтесь поудобнее. Если вы такой же любитель парфюмерии, как и я, я уверена, вы у меня в гостях не заскучаете. Тема сегодняшнего видео была выбрана не случайно, потому что я вдохновилась некоторыми блогерами, которые уже озвучили свою подборку. И мне было крайне интересно сделать такую же на своем канале. Я сегодня вам покажу старичков в своем парфюмерном гардеробе, старичков в своей коллекции, которые до сих пор актуальны, которые я до сих пор ношу, которые для меня очень ценны, дорогие, которые я ни на что, ни под каким предлогом не променяю. То есть, наверное, это такая подборка, которая была актуальна тогда, лет, наверное, 7-8 назад, когда все начиналось. И это актуально и сейчас. То есть, это я ношу, это мне также приносит удовольствие. И, ну, вы поняли. Я, когда начинала делать вот эту подборку, в руки сразу попались те экземпляры, которые я носила еще в своей юности. Да, они также актуальны, они также мне нравятся, но актуальны в плане поностальгировать, понюхать флакончик. То есть, носить я на себе их сейчас не могу, потому что, ну, не хочется как-то разменивать свои такие вот эмоции. Поэтому эта подборка именно то, что носится. Я думаю, вы поняли. Поехали. Начну я вот с такого красавца, который был моим парфюмерным я на протяжении очень многих лет. Буквально, наверное, год назад я только его сменила. Но этот аромат Miss Dior Eau de Parfum в версии 2013 года, именно бутылочка вот этого вот того года, то есть, это очень старый флакон. Почему он для меня дорог, почему он для меня близок к моему сердцу? Потому что именно с него началось, скорее всего, такое осознанное увлечение парфюмерией. То есть, до этого были ароматы, до этого, конечно же, я пользовалась духами. Но вот после того, как я купила этот парфюм, я захотела еще, я захотела пробовать много, пробовать разное. И понеслось, и поехало. Чудесный аромат, который я, можно сказать, наверное, берегу. Но если хочется, по большому желанию я все-таки могу им пользоваться. И мне хочется, наверное, приобрести что-то плюс-минус в таком ключе. Может быть, какую-то более позднюю версию этого аромата. Потому что этот, скорее всего, уже снят. Чтобы был полный флакон, чтобы уже без озрения совести можно было им пользоваться. Люблю его носить весной. Чудесный белцветочный аромат с сливочными, почульными такими нотами в базе. Полюбила его вот именно за такой вот очень женственный, томный, соблазнительный шлейф. Супер! Я, наверное, нет смысла делать, да, я, наверное, нет, наверное, смысла делать иерархию. Буду брать все, что попадается. И следующий аромат – это слоник кинзо, который также, ну, не могла я не включить в эту подборку. Потому что его, я знаю, намного раньше он у меня был в небольшом пробничке. Помню еще, мне тогда было лет, наверное, 18-19. Вообще совсем такая юная дама. Носила я вот этого слоника. Носила как-то не совсем, наверное, вникая в его суть. И потом, спустя года, когда уже появилась такая достаточно обширная коллекция, я решила его вернуть. Здесь есть, конечно, ностальгический момент, потому что, когда я его нюхаю, я все-таки вспоминаю свою молодость, вспоминаю какие-то такие вот беззаботные молодежные деньки. Но он для меня актуальный сейчас. Я его сначала, по первости, носила больше, наверное, в прохладу. Но также буквально, наверное, пару лет назад распробовала его именно летом. Насколько это красивые такие молочные, пряные специи. И, наверное, что-то такое чайно-восточное. Мне напоминает чай Оу-Лонг такой есть. Очень приятно, молочно-специевый именно аккорд напоминает вот этот вот напиток. Яркий, стойкий, актуальный был тогда, актуален и сейчас. Есть у меня также в миниатюре его друг-товарищ Тигр. Скорее всего, он в свое время был, наверное, непопулярен. Поэтому его давненько уже сняли с производства. Но вот этот аромат до сих пор со мной. У меня небольшой остаток, но у меня есть целый флакон задубленный. Поэтому здесь я не беспокоюсь, с удовольствием пользуюсь. Очень сильно люблю. Следующий аромат, который также со мной очень давно уже прошел огонь, воду и медные трубы. До сих пор актуален. Я буквально, наверное, в том году купила дубль. Потому что этот флакончик подходит у меня к концу. Я его как-то экономила, экономила. Потом думаю, ну зачем экономить эту красоту, когда можно пользоваться? Еще пока можно купить себе прозапас. Возможно, они уже сняты. Это Мадемуазель Ричи. Да, Нина Ричи, Мадемуазель Ричи. Тоже, по-моему, аромат того же 2013 года. Я купила 50 мл, поэтому теперь моя душа спокойна. Он также для меня ностальгический. Как, наверное, и все из этой подборки. Потому что они со мной настолько долго, что, конечно же, какие-то эмоции уже запечатлелись в голове и ассоциируются с тем или иным ароматом. Мне трудно вот такие вот старые ароматы раскладывать по нотам. Потому что тогда я, наверное, не занималась этой ерундой. И носила просто и радовалась жизни. Поэтому буду также кратко. Смысл этого видео, наверное, просто показать. Это очень красивый пудровый аромат. Очень женственный. Пудра вся утопает в каких-то таких душистых медовых цветах. Трудно мне его раскладывать на ноты. Для меня он общий такой целый объемный композиции, который, как я уже сказала, дорога моему сердцу. Здесь нет каких-то очень сильно дорогих ароматов. Но все они именно дороги в своей такой вот давнишней истории. Так, мы с вами продолжаем дальше. Но прежде чем продолжить, я хочу включить небольшую рекламную паузу. Я уверена, она будет вам актуальна. Если кто не знает, для вас эта информация мега полезна. Если кто знает, возможно, напомню про кэшбэк-сервис SmartySale, который нам помогает экономить на интернет-покупках. Сейчас это мега актуально в период распродаж. Во-первых, у нас на носу черная пятница. Это обязательные покупки на Алиэкспресс и всяких таких вот китайских сайтах, которые делают на самом деле хорошие скидочные цены. И также в период предновогодних праздников в любом интернет-магазине всегда хорошие акции. SmartySale нам помогает экономить, возвращая часть покупки обратно нам на карту. И это правда удобно, это правда приятно, и никогда не помешает лишняя скидка. Я вам сейчас покажу, как все это делается наглядно, как регистрироваться. Это очень просто. Покупки в интернет-магазинах могут быть абсолютно разные, начиная с того же самого Алиэкспресс, про который я сказала. Это и аптечные какие-то средства, и книги, и продукты. Парфюмерия и косметика наши любимые. Практически все интернет-магазины дают дополнительную скидку. Поэтому не воспользоваться ей это прям вот грех. Если вы надумали куда-то лететь отдыхать, билеты, букинги, все это также дает неплохой кэшбэк. Я уверена, что эта информация вам будет полезна, если вдруг вы еще об этом не знали. Ссылочку на сайт кэшбэк-сервиса я вам оставлю внизу. Ничего вам не надо будет искать. Сейчас вас приглашаю за ноутбук. Быстренько покажу, как все это происходит в реальном времени. Вот таким образом выглядит заглавная страница сервиса SmartySale. Все предельно просто и понятно. Для того, чтобы воспользоваться всеми услугами сайта, вам нужно зарегистрироваться. Так как я уже постоянный клиент, я нажимаю вход и вхожу на заглавную страницу этого сайта. Здесь во вкладке магазины мы с вами можем увидеть все те магазины, которые предоставляют кэшбэк и посмотреть в каком размере. Допустим, на Алиэкспресс до 5% вы можете вернуть средства, потраченных на покупки. В каких-то больше, в каких-то меньше. И также можно сортировать. То есть здесь вот в строке поисков выбивать тот или иной магазин, который вас интересует, и смотреть, какой размер кэшбэка он предоставляет. Мы, допустим, ищем парфюмерию и видим все те магазины, которые работают с данным сервисом. Допустим, наш любимый рандеву, в котором я делаю постоянно покупки, там и так бывают достаточно акций и различных промо-кодов, которые можно собирать у блогеров. И также кэшбэк в размере 6,75% вам вернется на карту. То есть если вы, допустим, в магазине купили ароматов на сумму 5000 рублей, 300 с лишним рублей, считайте, сэкономили. Пользоваться сайтом очень легко. Вы выбираете интересующий вас магазин, заходите в него через сайт, переходите и в стандартном режиме делаете покупки в вашем любимом интернет-магазине. Все предельно просто, ничего больше делать не надо. Я думаю, что все предельно понятно. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь, пользуйтесь с удовольствием. И еще раз повторяюсь, то, что сейчас в период предновогодних распродаж, в период черных пятниц, очень много кругом скидок, еще и повышенные кэшбэки, это также приятно. Ну что, продолжаем дальше. И дальше я вам хочу показать вот такого вот так же старичка. Он уже не так давно со мной. Здесь, скорее всего, уже была покупка тогда, когда коллекция немного разрослась. Но он, правда, настолько стар, что уже перебинтован. Пулевизатор у него так же куда-то прыгает постоянно. Я с удовольствием бы задублила этот аромат, эта сислость Суарду Люну, потому что это также такая безграничная, безмерная любовь, которая однозначно всегда должна быть у меня. Я его ношу крайне редко, потому что он очень специфический, не очень, наверное, достаточно специфический, очень яркий, стойкий, громкий. Если его, допустим, понюхать из флакончика и не дай бог коснуться носа пулевизатора, то всё, считайте то, что вы надушены. То есть до такой степени у него яркая стойкость. Это мёд, это пряные, яркие, достаточно такие остренькие специи и такая какая-то шипрово-древесная основа. Я бы, наверное, его классифицировала как медовый шипр и с удовольствием его ношу летом. Конечно, это ещё тот парфюмерный эксперимент, но я очень-очень аккуратно делаю прям вот полупшик или вообще вот с этого неказистого пулевизатора беру и чуть-чуть мажу себе где-то в районе шеи. Он золотой, он такой переливающийся, он, правда, как какой-то драгоценный камень, мёд янтарный, очень такой плавный, тягучий. Обожаю. Ещё раз повторяюсь, давно со мной, с удовольствием задублю, потому что такой красотой обязательно надо обладать. Следующий аромат, который со мной очень давно, и он до сих пор актуален, потому что он до сих пор продаётся. У меня уже про запас лежит третий флакон, потому что я им тоже так вот интенсивно пользуюсь, всегда покупаю такие небольшие тридцаточки. Я запуталась уже в винтажных и современных версиях. Это вот крышечка, по-моему, старое оформление, а у нового оформление она, по-моему, белого цвета или наоборот. Но это не суть важно, ароматы, в принципе, идентичные. У меня есть и тот, и другой. Это то же самое, та же самая приятнейшая история, ностальгический момент. Когда первое лето у меня родился ребёнок, второй сынок, я гуляю с коляской, я сижу под деревьями, он спит, я вдыхаю свежий воздух, наконец-то я могу просто посидеть и расслабиться. Тогда мне казалось, что колясочный этот период никогда не закончится, но время настолько быстро бежит, уже всё, колясочник пошёл в школу, а я с таким ностальгическим моментом вспоминаю вот это лето, и мой просто насквозь пропахший спортивный костюм вот этим вот чудесным ароматом. Белые цветы, огромная охапка белых цветов, и правда, ну, это у нас пюр пуазон, такой вот чистый яд, он правда ядовитый. То есть настолько цветы яркие, настолько букет вот этот вот тугой, плотный, медовый, также какой-то такой вот послевкусие. И это тоже про стойкость, то есть я, как уже сказала, ходила в спортивном костюме гулять, и помню, как-то я его, наверное, надела, и всё, настала осень, я его убрала, и спустя зиму, да, спустя полгода я его достала, чтобы надеть снова, он насквозь пах вот этими вот духами. То есть они за полгода даже не выветрились. Аккуратненько ношу, ношу летом, ношу именно тогда, когда с ним познакомилась, просто не представляю без него свою коллекцию, сильно люблю. Следующий аромат, который со мной также очень давно, в принципе, это доступный люкс, который также сейчас можно спокойно купить, никто его, по-моему, не снимал, это Giorgio Armani C, Eau de Parfum. Также, кстати, вспоминаю тот же самый год, но это уже у нас зима, и прогулки именно по хрустящему снегу, гуляли мы долго, гуляли мы каждый день, и я помню, у меня был такой объёмный свитер, с таким вот объёмным также воротником, потому что одеваться надо было тепло, гуляешь по часу, по два. Я опять про ту же самую, про те же самые прогулки с коляской, и он у меня насквозь пропах вот этим вот чудесным ароматом. Аромат очень сладкий, мне он скорее напоминает даже какой-то джем, варенье. В пирамиде у нас заявлено чёрной смородины, её лист. Знаете, возможно, они есть, но всё это уже густо сварено, с добавлением сахара, с добавлением ванили, то есть это ни в коем случае не свежая ягода, а именно уже такой очень вкусный, ароматный десерт. Здесь очень много сладостей, здесь очень много ванильных нот, именно сахарно-ванильных нот. И, ну, я знаю то, что не все это любят, я просто обожаю носить си именно зимой, потому что он, во-первых, у меня уже ассоциируется с зимними днями, во-вторых, он чудесным образом раскрывается именно вот на каких-то таких объёмных вещах. Даже не то, что раскрывается, у него такой чудесный, очень приятный, тёплый, ароматный шлейф, который мне мил, и я люблю такое дело, особенно зимой, под хрустящий снежок, когда на улице такая достаточно прохладная погода, очень люблю. У меня небольшой остаток от 100 мл, я бы, наверное, себе уже подумала про дубль, но пока не знаю, возможно, я послушаю какие-то более новые версии, я, к сожалению, не знакома, знаю то, что выходили, по-моему, Си Интенс недавно. Посмотрим, пока это такой открытый вопрос, и он не горящий, но есть такой красавец. Так, что дальше? Дальше я, наверное, вам покажу вот такой вот замечательный флакон от Juliet Has a Gun, который называется Citizen Queen. Знаете, рука так потянулась как-то к зимнему набору, но не всё, конечно, здесь я ношу зимой, но это также однозначный мой зимний аромат, который также со мной очень давно. Ну, как вы поняли уже, всё, про что я сегодня буду вам рассказывать, это всё такое очень-очень ностальгическое. Когда я его впервые получила, я его купила вслепую, в процессе, в моменте увлечения пудровыми ароматами. Я помню, когда я изучала фрагрантику и смотрела пирамиду вот этого аромата, тогда, тогда, ещё 7-8 лет назад, впервые узнала, что есть такое понятие пудровых ароматов, и меня понесло на разные пудры. Эта пудра мне показалась такой немного странной, такой немного непонятной, то есть тогда я как-то немного была, наверное, разочарована покупкой, потому что не совсем доросла до таких вот парфюмерных необычностей. Сейчас я очень люблю всё это дело. Пудра, злая пудра, ядрёная пудра, такая очень яркая, свербящая, но если вы её оседлаете, если вы с ней подружитесь, если ваша кожа принимает такое вот яркое, ядрёное, ядовитое звучание, то это будет любовь навеки. Я также люблю его носить зимой. Эта пудра красиво раскрывается именно, опять же, в небольшой морозе, царомат хрустит, звенит, но тем не менее есть такие вот какие-то элементы рассыпчатой пудры, которые всё-таки делают его женственным, таким вот соблазнительным, единственное, аккуратнее с дозировкой, потому что это также очень стойко, очень ярко. Так, едем дальше, я надеюсь, вы ещё со мной, и вы не заскучали, но будем уже ближе к завершению с вами двигаться. Вот такой вот аромат, который называется De Lisse, да, De Lisse de Cartier, от Cartier. Тоже, к сожалению, не знаю о судьбе данного аромата, выпускаются они или нет. Старичок, старичок со мной уже давно, но и я его также очень сильно люблю, нюхаю, понимаю то, что много зим, опять же, почему-то не специально, но так вот получилось, то, что очень много зимних именно ароматов. Скорее всего, сам пик вот этого вот увлечения, начало увлечения пришёлся на зимний период, поэтому многие ароматы ассоциируются именно с зимой. Здесь ликёрная вишня. Она абсолютно не похожа на те вишнёвые ароматы, которые сейчас в тренде. Это тот же самый там Tom Ford Plus Cherry, или что там, у Буж есть аромат, Дранг Черри, да, но они плюс-минус похожи. Ну, многие выпускают сейчас ароматы на похожие такие вишнёво-алкогольные, шоколадные какие-то, да, направления. Вишня, которая не сильно сладкая, не сильно навязчивая, не сильно громкая, но, тем не менее, это всё-таки гурманика, тем не менее, это всё-таки варенье, тем не менее, это всё-таки ближе к зимнему аромату, потому что, ну, он такой, плотность у него выше среднего, поэтому всё-таки его, наверное, лучше носить зимой, летом он может душить. И ближе к базе он чуть-чуть запудривается. То есть, тоже достаточно милый, такой незатейливый аромат, но настолько приятный, настолько комфортный. Я бы, вы, наверное, знаете, чем сравнила? С герленовскими платьями. То есть, такие вот вишни, вишнёвые косточки. Очень красивые, люблю сквозь года. Супер! И последний аромат на сегодня, но не последний по значимости, потому что я вообще хочу сегодня его нанести на себя. Я очень соскучилась, я давно не носила этот аромат, и как раз настало его время, потому что он тоже для меня для прохлады. Это Валентина, версия Ассалюта. Очень тепло отношусь к этому парфюмерному бренду, именно, наверное, в плане старых ароматов. То есть, у меня есть пудровая версия, у меня есть классическая Валентина. За сегодняшними новинками как-то тоже не успеваю. Очень его люблю. Как вы уже поняли, да, всё из подборки я очень люблю. Осталось совсем немного на донышке. Также не знаю судьбу этого аромата, выпускается он или нет, потому что это тоже тот случай, который всегда должен быть в коллекции, всегда актуален. Чудесный аромат на тему шоколадно-фруктовой какой-то такой истории. Опять же, очень трудно мне его раскладывать на ноты, потому что он со мной настолько долго, насколько я, наверное, только могу помнить. Здесь и пралине, и какой-то горький такой шоколад, и персиковая такая абрикосовая тягучая нуга, и много ванили. Вроде бы такой стандартный набор нот, но похожего, чего-то похожего на данный аромат я не встречала, именно поэтому он, наверное, до сих пор близок, до сих пор актуален, до сих пор им хочется носить, им хочется пахнуть. Да, как я уже сказала, сегодня я его хочу нанести на себя. Самое время на улице прохладно, на улице снежок, такое уже предновогоднее настроение. Очень сильно его люблю. Супер! Я, наверное, буду сегодня завершаться, и, конечно же, призываю вас поделиться вашими парфюмерными сокровищами, которые с вами настолько долго, насколько вы можете, наверное, только вспомнить. Очень мне будет интересно почитать ваши истории. Жду вас внизу в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Всё, я вас всех люблю, целую. Пока! До новых встреч!